GN1 Цербера теперь флирт. Это самый известный из последних штаммов коронавируса. В сравнении с Цербером название нового, мягкое и даже интригующее. Эксперты говорят, его выбрали по элементам структуры штамма, по начальным буквам аминокислот. Впрочем, и большой опасности вирус не несет. На самом деле, так, чтобы в этом новом варианте вируса видели значимую угрозу гарантированную, такого, к счастью, нет. Ни его вирулентность, ни его заразность не увеличились. Это просто очередной вариант омикрон. Московские эксперты называют штамм разновидностью интересной для специалистов по причине его появления не в осенне-зимний период, а ближе к лету. В центральных регионах страны после майских праздников отметили рост заболеваемости ковидом, в том числе нового штамма. В нашем регионе штамма флирт пока нет, да и ситуацию с коронавирусом в региональном Роспотребнадзоре называют стабильной. На территории Алтайского края в настоящий момент идет снижение заболеваемости новой коронавирусной инфекции. Еженедельно регистрируется в среднем около 200 заболевших. Ну, каждый день это приблизительно 30-35 человек. На койки ковидного госпиталя сейчас поступают в основном те, у кого есть серьезные хронические болезни. Ковид лишь усугубляет их течение. По данным Роспотребнадзора, в регионе по-прежнему тестируют на коронавирус всех, кто болеет с высокой температурой и есть подозрения на пневмонию. При желании можно поставить и профилактическую прививку, правда, за свой счет. Ажиотажа на вакцинацию нет. Прививают новой вакциной Конвоцел. Эпидемиологи говорят, она адаптирована ко всем штаммам ковида, которые, к слову, продолжат появляться. Это процесс постоянный. И, с другой стороны, надо понимать, что он абсолютно точно, с большей вероятностью, точнее, он необратимый. И другое дело, как часто мы с вами, как обыватели, получаем эту информацию. Вот в данном случае придумали очередное название, несколько отличающееся от того, что было раньше. Ну, вот обратили на это внимание. Ковид все еще опасен, но уже в этом году, по словам главного инфекциониста страны, вирусолога Николая Малышева, коронавирусная инфекция станет сезонной болезнью. Пока статистика этому противоречит. К примеру, на 29 мая в Москве, по данным интернет-порталов, заболеваемость ковидом за неделю, и это в преддверии лета, выросла на 54%. Среди прочих, зарегистрировано и 178 случаев штамма флирт. Татьяна Голубева, Владислав Ковалев. День с толком.